Жители частных домов сами бросились тушить пожар под поселком, чтобы огонь не уничтожил деревню. Поселок Верхний Атлян под Мясом вспыхнул лес. Возгорание первыми заметили местные жители и садоводы. Стали тушить подручными средствами. Поджег кто-то. Но сильный ветер раздувал огонь с новой силой. На место ЧП прибыли две машины пожарной охраны. Причины сейчас выясняются. Не исключено, что кто-то просто бросил непотушенный окурок. А это пожар в садовом товариществе «Урал-2» в Миасе. Вспыхнула баня. Говорит, так-то нормально. Там прям вообще полухает, будто целый домик. Прикольно. Как сообщили в МЧС, вызов на пульт диспетчера поступил в 12-м часу ночи. Потушить пламя удалось лишь глубокой ночью. Сгорела баня на территории садового участка. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Тушили огонь 12 человек и 3 деницы техники. Впоследствии стихии. Сильный ветер в Челябинске повалил деревья. Эти кадры сняты в Ленинском районе на улице Новороссийской. Огромное дерево, которое стояло у подъезда, рухнуло на дорогу и парковку. По словам автора, под ветками два автомобиля. Машины получили повреждения. Владельцы сейчас подсчитывают ущерб. А это тоже Челябинск. Улица Российская. Дерево придавило две машины. Все, короче, вся машина под деревом, под стволом. Судя по кадрам, дерево упало прямо на проезжую часть. Ущерб немаленький. Ведь пострадали иномарки. Благо, люди трав не получили. Стихия не обошла стороной и другие города Южного Урала. Это Златоуст. Дерево упало на парковку. Повреждено сразу три автомобиля. Еще одно дерево рухнуло на соседней улице. Под ним тоже стояла иномарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова